С 20 февраля по 3 марта в Ивановской области пройдет второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы». По сравнению с прошлым годом выросла как продолжительность мероприятия с одной недели до двух, так и география участников. Показать уровень профессионального мастерства приедут студенты из Петербурга, Вологодска и Смоленской областей Татарстана. В этом году соревнования пройдут по 17 направлениям. К уже существующим таким, как технология моды, веб-дизайн, дошкольное воспитание, добавилась ветеринария. Впервые в чемпионате профессионального мастерства примут участие школьники. В течение двух недель на соревновательных площадках свое мастерство будут показывать 135 конкурсантов, 145 экспертов, которые будут оценивать работу на территории восьми муниципальных образований. Особенность чемпионата заключается в том, что все конкурсанты заранее примерно знают, что им предстоит делать. Например, шить ту или иную модель. Но в день соревнований задание конкретизируют. Причем задача от первоначальной может отличаться на 30%. К такому повороту событий молодые профессионалы должны быть готовы. Эксперты, которые заняты у нас на техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, разбирают двигатель, вносят в него поломку, вновь его собирают, чтобы он внешне был как, в общем-то, работоспособный. И эту поломку участник должен будет найти, восстановить, устранить неисправность, чтобы двигатель вновь был приведен в работоспособное состояние. То же самое, там коробка перемен передач, в нее вносятся изменения, в тракторы, которые будут задействованы, элементы сельскохозяйственных машин. Ну, в общем-то, нет предела, так сказать, вариациям. Оценка конкурсантов регламентируется международными требованиями. Число баллов, заработанное каждым участником, будут вносить в специальную программу. Имена победителей до последнего – тайна для всех. Ее раскроют лишь на церемонии закрытия чемпионата. В объективности результатов, как поясняют организаторы, сомневаться не придется. Каждый эксперт готовит своего участника для чемпионата. Но в ходе чемпионата эксперт не оценивает своего участника. То есть это недопустимо. Эксперт оценивает других участников, кроме своего. Вот это и есть одна из самых главных моментов, то, что исключается подсуживание. Задача национального чемпионата молодые профессионалы – подготовить молодых людей к реалиям жизни, чтобы, закончив техникум или колледж, они смогли без труда устроиться на работу. Образовательным учреждениям такой чемпионат тоже на пользу. Требования к его проведению вынуждают организаторов обновлять материальную базу учебных учреждений. 40% бюджета чемпионата тратится на оборудование и расходные материалы.